В Карелию со дня на день должна прийти зима. По причине холодов ремонт проспекта Ленина будет заморожен до весны, а некоторые автобусы, возможно, не отправятся в свои рейсы по районам. В Петрозаводске нет газа и тема вроде бы уже не новая, но актуальность по понятным причинам не теряет. Жители карельской столицы испытывают неудобства, а владельцы газовых колонок и вовсе начинают впадать в панику. Не приготовить, не помыться. А главное, что случилось не до конца ясно. Пресса перебирает версии. Карельские газовики молчат не хуже партизан. Официальная причина газовых неурядиц покрыта завесой тайны. От журналистов попытались отбиться стандартным пресс-релизом, в котором представители Карелгаза заявили, что перебои с голубым топливом происходят по независимым от них причинам. А сами они делают все, что могут в этой непростой ситуации. Ни слова о причинах и о сроках устранения перебоев. Остановка Кирижского нефтеперерабатывающего завода. Такова главная причина проблем с газом в Карелии. Такую версию в новостях озвучили поставщики газа из Ленобласти. Объемы отпуска газа на остановившемся предприятии были снижены. К этому оказались не готовы регионы. Неприятным сюрпризом оказалась и выросшая цена на газ в сентябре. Все вместе привело к сложившейся ситуации. Основной причиной перебоев газоснабжения Ленинградской области, Новгородской, Псковской областей, Республики Карелии является остановка Кирижского МПЗ. На рынке в сентябре месяце такая компания, как «Газпромнет» увеличила стоимость газа 15 сентября. Таким образом предприятиям в сентябре месяце потребовалось значительно больший объем денежных средств для закупки газа, к чему предприятия, опять же, регионы не были готовы. Впрочем, Кирижский нефтеперерабатывающий завод все нападки в свой адрес отвергает. Они полностью отрицают свою вину в газовом кризисе. Наш завод – это звено огромной компании, и мы не занимаемся вопросами распределения топлива. Мы лишь получаем сырье, перерабатываем его и возвращаем готовую продукцию. Как и куда она поставляется, решается не у нас. Как заявили в пресс-службе предприятия, аварии на заводе тоже не было. Мы работаем в штатном режиме, и все неполадки, возникающие здесь, устраняются в рабочем порядке и не влияют на деятельность предприятия. В общем, история с газовыми неурядицами в карельской столице по-прежнему покрыта туманом. Ситуация с газоснабжением в Петрозаводске обострилась в течение последнего месяца. Буквально под вечер пятницы газовики и представители карельского правительства вроде бы договорились. По последней информации, перебой с газом попытаются устранить в течение месяца. Ремонт проспекта Ленина будет приостановлен. По всей видимости, последний слой асфальта положить не удастся. Прервать ремонт придется из-за первого снега. К сегодняшнему моменту подрядная организация успела положить лишь промежуточный выравнивающий слой асфальтового покрытия. Последний слой до первого ноября, похоже, положить не удастся. Укладку последнего слоя придется отложить до весны следующего года. В администрации говорят, не стали работать в снег, чтобы не рисковать качеством ремонта. Журналисты недоумевают. Получается, зима вновь наступила внезапно. Кроме всего прочего, страшно даже подумать о том, во что превратится к весне. Некрепкий промежуточный слой асфальта, который будет эксплуатироваться как особо прочный верхний. Так стоило так спешить с ремонтом. Неразумнее было бы сразу перенести его на следующую весну. Некоторые автобусные рейсы в Карелии могут быть отменены из-за плохих погодных условий. Если вы планируете поездку на эти выходные, не поленитесь прежде позвонить на автовокзал. В предстоящие выходные ожидаются опасные погодные явления. В Карелию приходит зима. В ближайшие пару дней ожидается интенсивное выпадение снега и даже сильная метель. По этой причине, возможно, будет отменен ряд пригородных и междугородних рейсов. Финские магазины рассматривают возможность оплаты товаров русскими рублями. О готовности стать ближе к российским покупателям уже заявили некоторые финские супермаркеты. В частности, в Стокмане готовы принимать русские рубли с начала декабря. Торговцы Юго-Восточной Финляндии также заявили о желании предоставить клиентам возможность оплачивать товары рублями. Впрочем, навстречу русским любителям шоппинга идут не все. К примеру, в одном из торговых центров в Лаоперанте не желают вводить оплату в двух валютах. В общем, полного единодушия в валютном вопросе у предпринимателей Суоми пока нет. По данным прессы, в прошлом году объем покупок Tax-Free достиг 200 миллионов евро. В Карельской столице объявили войну так называемым гражданским браком. Мужчин, не зарегистрировавших отношения со своими спутницами, призывают к ответственности и ненавязчиво тянут в ЗАГС. Социальных работников интересуют молодые отцы. Жители Карельской столицы, признавшие отцовство, но не вступившие в законный брак. В детской поликлинике номер 2 совместно с городской социальной службой разработан специальный проект под названием «Все начинается с семьи». Задача его – убедить молодых пап зарегистрировать брак. В проекте уже есть первые участники – это 11 петрозаводских семей. Молодых отцов ждут походы в театры, кино, музей. Последним мероприятием проекта будет экскурсия во дворе с бракосочетаний. Для участников проекта уже прошла первая встреча. Ни один молодой папа, правда, на нее не пришел. В эфире был обзор прессы. В студии работал Александр Гнетнев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова